МОРДОВСКОГО СПОРТА Легенды и снимали фильмы. Олимпийский чемпион Мюнхена по баскетболу Алжан Нурмахамедов посетил Саранск. Айронмен Алексей Селитков из Саранска заслужил право называться «железным человеком». Упор на местных воспитанников волейболисты Саранскабеля готовятся к новому сезону. Саранскабеля готовятся к новому сезону. Изборная Советского Союза забивает мяч! Мы чемпионы! Олимпийские чемпионы! Актеру Александру Риполову в нашумевшем фильме «Движение вверх» было доверено сыграть роль одного из самых незаменимых игроков легендарной сборной СССР, сотворившей, возможно, главную сенсацию в истории мирового спорта. Центровой Алжан Жармухамедов в том самом финале против непобедимых американцев провел на площадке больше всех 36 минут из 40. 2 октября ему исполнилось 74 года. Но он не представляет себе жизнь без баскетбольной площадки и регулярно играет в составе ветеранской сборной Москвы. Я после того, как кончил играть активно, я не переставал заниматься каждый день. Ну, вернее, с года в год я все время тренировался, но, правда, сбавлял с годами нагрузки. Но все время продолжал заниматься играть в баскетбол, бегать, прыгать. Ну, это интересно же, во-первых. А, во-вторых, для здоровья полезно. Задачи мы перед собой не ставим, но азарт спортсмена, он всегда, так сказать, от себя требует, чтобы достичь максимального результата. На этом держится спорт, азарт на желание быть первым. Потому что в спорте нет другого места, кроме первого. Тренировки два раза в неделю, плюс специальные занятия атлетизмом. Обязательные пункты в графике гибкого туркистанского змея, как с легкой руки писателя Василия Аксенова прозволял Жан-Ажар Мухамедова. В прошлом году он в составе российской команды ветеранов стал серебряным призером чемпионата Европы. Однако перед традиционным всероссийским турниром в Саранске, куда сборная Москвы приезжает регулярно, первый в истории олимпийский чемпион казахской национальности получил травму спины. Впрочем, даже повреждение не помешало Алжану Мусурбековичу приехать в столицу Мордовии. Я люблю посещать города России, тех, которых я раньше не бывал. Обычно же баскетбольные пути так водили нас по столице на республик, бывших наших братских республик. Поэтому я сейчас, можно сказать, осваиваю Россию, смотрю, как она вообще живет, развивается. Мне очень нравится, что в последние годы, после того, как Россия стала, так сказать, независимой, очень много изменений в бывших провинциальных городишках, как мы их так называли, вернее, раньше называли их, очень превращаются они в красивые, хорошие, так сказать, очень удобные для жизни города. Поэтому я всегда с удовольствием приезжаю в наш город, который мне понравился после первого посещения. Конечно, с теми людьми, с которыми я когда-то в молодости общался, играл и так дружил, можно сказать, конечно, всегда приятно встретиться, пообщаться, узнать, как они живут, как у них дети, как у них уже внуки, у некоторых уже правнуки. Это же интересно очень. Вот это старая школа, во-первых, это классический баскетбол. Сейчас немножко баскетбол американизированный, такой, скоростно-силовой, а здесь вот старая школа, где бывшие, значит, игроки в суперлиге, высшей лиге, если сейчас можно этими критериями говорить. Помимо москвичей и хозяев турнира, сборной мордовских ветеранов баскетбола за награды пятых по счету всероссийских соревнований в Саранске боролись также команды из Сарова и Самары. В первый день ветераны из столицы обыграли коллектив из Нижегородской области 62-54, а хозяева уступили самарцам 56-72. В воскресенье состоялся матч за третье место, в котором мордовская дружина всего на два очка превзошла Саров, а в финале Самара со счетом 58-52 выиграла у обескровленной отсутствием в строю олимпийского чемпиона Москвы. Жар Мухаммедов, он посещает все турниры, он тоже ездит каждый год, когда проводится турнир. Ну, конечно, хорошо видеть живым, здоровым олимпийского чемпиона. Я думаю, даже болельщики, здесь же молодые мальчики, увидев его, тоже будут стремиться, стараться играть, тренироваться. Лидер самарской сборной, мастер спорта Советского Союза по баскетболу Игорь Бочкарев в итоге был признан лучшим центровым турнира. Москвич Сергей Семенов, лучший защитник Сергей Кантеев из Саранска получил приз лучшего разыгрывающего турнира. А те, кто нашел время в выходные и посетил матчи ветеранов баскетбола, как зрители, наверняка получили большое удовольствие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В их числе мордовский спортсмен Алексей Середков. Таким образом, он стал первым представителем 13-го региона в истории, который получил звание «железного человека». Хотя в триатлоне Алексей всего три года. До этого занимался восточными единоборствами, рукопашным боем и несколько лет назад не мог пробежать даже трех километров. Началось все с бега, с элементарного. Просто после очередной травмы в рукопашном бое я пошел бегать и не смог пробежать три километра. Для меня это был такой сильный удар. По-моему, самолюбие. И вот как бы я начал заниматься-заниматься, потихонечку бегать-бегать и добежал до железной дистанции. К борьбе за звание «железного человека» Алексей Середков готовился два года. В рамках подготовительного процесса успел поучаствовать во многих соревнованиях по триатлону разного формата. Тренировки проходили непросто. Сопровождались болезнями и травмами, потому что организм до последнего не хотел мириться с большими нагрузками. Тем не менее, выходить на железную дистанцию длиной 226 километров без должной подготовки чревато серьезными последствиями. Гонка очень серьезная, и к ней очень легкомысленно подходить нельзя. Потому что только при мне двое разбились на велосипеде. Так серьезно упали. Потому что мы ехали когда с горы, там скорость была по 60 километров в час на велосипеде. Вот, да. То есть двое очень сильно травмировались. А трое упало в обморок при мне. То есть, ну, это то, что только я видел. Началась железная гонка с заплыва на дистанцию 3 километра 860 метров по бухте Меретинского залива. Затем спортсмены, не давая себе времени на отдых, побежали в транзитную зону, где успели немного подкрепиться, переодеться и отправились крутить педали. Велосипедный этап гонки составлял 180 километров. Это два круга по Олимпийскому Сочи с заездом в горы Красные Поляны. Велоэтап такой достаточно тяжелый был, потому что что-то с погодой не очень повезло мне. Ну, мне как почему-то обычно так не везет на стартах. Там, во-первых, сначала едешь в гору, все первые 45 километров все время едешь в гору, там начинает там маленький-маленький подъем, и в конце уже скорость падает до 10 километров в час на велосипеде. То есть это очень маленькая низкая скорость, там очень такой большой, достаточно уклон серьезный получается. А с горы уже, когда едешь назад, то есть с моря дул встречный ветер, то есть даже на спусках, когда едешь, обычно на спусках ты садишься в аэропозицию на велосипеде и просто катишь себе по ветру с ветерком. Причто сработать. Да, а здесь пришлось работать, как бы крутить. Главное питание, вот на самом деле, как ты питаешься в процессе гонки. Вот я пока ехал, я выпил только на одном велосипеде 5 литров воды. То есть я выпил 3 литра просто воды и 2 литра специального там из тренического раствора. Потом ты бежишь, как бы после велосипеда, да, то есть бег уже таких на загруженных агах получается, то есть ноги особо-то не поднимаются, таких на полусогнутых получается бег. Но мне, как бы, ну, я говорю, мне дистанция далась достаточно относительно легко, ну, легко для спортсменов, да, то есть меня нигде не скрючило, у меня не свело ни икры, ничего, как бы ни ноги не сводило, мне ни судороги не пробивали, ничего не было такого. Алексей Селитков финишировал 153-м из 356 участников соревнований. Его результат – 13 часов 3 минуты и 59 секунд. Своим временем спортсмен не очень доволен, поскольку хотел выбежать и с 12 часов. Так что, несмотря на уже полученное звание железного человека, будущим он вновь планирует выйти на дистанцию супермарафона «Айрон Стар». На самом деле, как бы, железная дистанция – такой, как бы, вызов самому себе, это испытание, да, у каждого оно свое, да, у кого-то оно в ходе гонки возникает, у кого-то во время подготовки к этой дистанции. Я скажу, что вот это испытание я прошел в ходе подготовки к этой железной гонке, да, вот во время сама гонка у меня прошла, как бы, ну, прям замечательно, хорошо, да. У меня была общая усталость, да, утомился, было тяжело, в плане, как бы, устал я, да. Но я не натер ни на одной мозоли, у меня ни одной потертости не было, ни одной травмы, я добежал, правда, вообще великолепно. Финишировал мордовский спортсмен с улыбкой вместе с супругой и сыном. Они также разделяют его увлечение спортом и являются главными болельщиками на всех соревнованиях. Жена Алексея Елена, глядя на спортивные успехи мужа, сама занялась бегом и уже в эти выходные планирует пробежать свой первый полумарафон. Алексей Середков выйдет на старт вместе с ней, чтобы поддерживать течение дистанции. А ближайшим будущим планирует заняться лыжами и пробежать свой первый в жизни 50-километровый марафон. В дартс в Мордовии играют давно, но из университетских спортзалов и клубных помещений этот вид спорта вышел на профессиональный уровень лишь в 2018 году. Благодаря стараниям энтузиастов в 13-м регионе появилась федерация дартса, которая объединила несколько десятков спортсменов и позволила им выступать на всероссийском уровне. В этом году зарегистрировалась общественная организация, федерация дартса Республики Мордовия. В нее входят и студенты, и учащиеся, и просто любители дартса. За минувший год мордовские дартсисты успели побывать на многих соревнованиях и даже завоевали для республики первые награды. Но значимость сегодняшнего события переоценить сложно. Впервые в истории 13-го региона в Саранске проходит открытый Кубок Мордовии по дартсу, в котором принимают участие не только местные спортсмены, но и представители Нижегородской, Пензенской и Ульяновской областей. Есть среди участников и настоящие звезды мирового уровня. Например, пензенский спортсмен Роман Абухов. Он является шестикратным чемпионом России, вице-чемпионом мира и Европы по дартсу. Несмотря на то, что его рады видеть на самых престижных состязаниях планеты, Роман не упускает возможности посещать турниры и в ближайших регионах. Ведь для того, чтобы оставаться на высоком профессиональном уровне, настоящий игрок дартса должен иметь как можно больше соревновательной практики. Вроде бы спорт дартс, он спорт такой, ну не энергозатратный, но он очень психологически, вот именно морально затратный такой. Здесь важны крепкие нервы. Для того, чтобы попадать, нужны крепкие нервы, потому что специфика игры такая, что ты играешь один на один. И выигрывает тот, кто первый попадет именно в ту точку, в которую нужно попасть. Именно столько, сколько осталось на мишени. И вот в тот момент, когда у соперника тоже окончание, и ты на окончании, тебе нужно собраться, выбросить все посторонние мысли из головы, сконцентрироваться и попасть именно туда, куда ты задумал. А это очень сложно. Вот то, допустим, удвоение, или удвоение, куда нужно попасть, в конце, для того, чтобы закрыться, оно всего 8 миллиметров в ширину, скажем так. Вот в эту узкую зону нужно попасть. Это очень сложно. В соревнованиях Кубка Мордовии по дартсу принимает участие несколько десятков спортсменов, выступающих в личном и парном разряде. Победители подгрупп выходят в плей-офф и продолжают сражаться за медали в матчах по олимпийской системе. Сегодня мы играем в классическую группу 501. Необходимо максимально быстро уменьшить свое количество очков, то есть 501 свести к наименьшему числу и закрыть удвоением сектора. Сложно именно в удвоение попасть в последний бросок? Да, часто такое бывает, что спортсмены тренируют попадание в сектор, и как-то из их внимания уходит именно тренирование удвоений. Поэтому бывает, что спортсмен очень быстро уменьшает количество очков, но не может долго закрыть именно удвоение сектора, и на этом он проигрывает. По итогам соревнования Львину и Долинограду везли в свои регионы иногородние гости. Победителем в личном разряде среди мужчин и обладателем открытого Кубка Мордовии стал Нижегородец Максим Антонов. Серебро у его товарища по команде Ильи Садова. Бронзовые награды завоевали Роман Абухов и Сергей Долматов. В соревнованиях среди женщин чемпионкой Мордовии стала пензенская спортсменка Валентина Сюзюкина, которая в финале победила землячку Майю Сидорову. Бронзу у Дарсиски из Нижнего Новгорода Ольги Куликовой и у представительницы Мордовии Людмилы Балашовой. В парном разряде, где тандем спортсменов определялся случайным жеребием, чемпионами стали Роман Абухов из Пензы и мордовский спортсмен Андрей Слугин. Республика Мордовия на данный момент представлена в первенствах страны лишь в четырех командных дисциплинах. Помимо футбола и хоккея, это баскетбол и волейбол. Рускон и Саранскабель, в отличие от двух тесок региона 13, в последние годы вниманием и финансами не избалованы. И вынуждены прозябать в самых низших полупрофессиональных лигах. Зато это открывает дорогу местным игрокам. Так состав кабельщиков на предстоящий сезон будет на 80% состоять из мордовских волейболистов. Причем в опыте команда не потеряет, ведь в ряды Саранскабеля вернулись уже проверенные турнирные бойцы Станислав Пивкин, Максим Анисимов и Кирилл Яшин, у которых закончился срок службы в рядах российской армии. Они воспитанники мордовского волейбола, играли уже в команде. Сейчас им уже по 24 года, они уже опытные. Самый рассвет волейболисты. Поэтому я думаю и надеюсь, что они в этом сезоне помогут команде. Своих игровых кондиций в армии старожилы Саранскабеля не растеряли. Участвовали в первенстве Московской области и даже стали победителями этого любительского турнира. Так что в родном клубе на это трио очень рассчитывают, о чем свидетельствует и то, что именно Станиславу Пивкину отдана капитанская повязка. Соскучиться успели? Конечно успел. Не только у меня, у Кирилла Яшинова, у Максима Анисимова. Вот пришли сейчас, хотим играть, будем играть. Позвали, пригласили, как говорится. В родных стенах будем играть. Демобилизованное трио призвано заменить иногородних игроков, которые в минувшем сезоне добывали для Саранскабеля бронзовые медали первенства. Несмотря на высокое третье место, Иванов, Хилько и Цуканов ищут себе новые клубы. Если сказать откровенно, то не совсем они нас удовлетворили в том сезоне. Поэтому здесь сейчас ставку делаем на тех ребят, которые наши, мордовские воспитанники. До старта нового сезона остаются три недели. За это время тренерский штаб Саранскабеля планирует укрепить свои ряды еще как минимум одним центральным блокирующим. Под вопросом – будущее диагонального Павла Хрябченкова, которому также предстоит отдать долг Родине в рядах российской армии. Таким образом, в 20-х числах октября болельщики увидят совершенно обновленный коллектив, который по-прежнему будет ставить перед собой амбициозные цели. Задачи максимальные. Будем улучшать, стараться улучшать результат прошлогодний. Работаем на максимум, посмотрим, что будет. Настраиваем на то, чтобы сыграть удачно в подгруппе. А там уже посмотрим, какие команды. Вот новая команда появилась – Кострома. Там появился спонсор команды и хорошая будет команда. И я думаю, что если в финал попадем, там будут очень интересные и захватывающие игры. На предварительном этапе соперниками кабельщиков станут коллективы из Тамбова, Острогожска, Тулы и Саратова. В финальную часть попадут только три сильнейшие команды. Домашний тур «Саранскабель» проведет в конце ноября. Площадкой для игр, как и в прошлом сезоне, станет паркет физкультурно-оздоровительного комплекса «Заречный». В минувшие выходные наша страна праздновала Всероссийский день ходьбы. Не могли обойти вниманием этот праздник и воспитанники Мордовской школы Олимпийского резерва по легкой атлетике. Ведь именно она является главной кузнецей кадров в этом виде спорта. И ежегодно именно ее воспитанники поднимаются на высшие ступени пьедесталов, российских и мировых соревнований. В рамках акции «Всероссийский день ходьбы» 29 сентября в поселке Чамзенко прошли республиканские соревнования по бегу и спортивной ходьбе на призы главы Чамзинского района, в которых приняли участие более 700 спортсменов. Праздничный настрой мероприятию задал мастер-класс для юных ходоков и бегунов, в котором приняли участие известные спортсмены. Ребята прошли 800 метров по дорожкам стадиона бок о бок с заслуженными мастерами спорта Ольгой Каниськиной и Сергеем Кирдябкиным. Сегодня праздник «Всероссийский день ходьбы». В общем, так как мы все являемся представителями спортивной ходьбы, легкой атлетики, мы, естественно, этот праздник отмечаем. И отмечаем его именно вот этими соревнованиями, которые проходят в Чамзинке. Мы очень рады, что нас пригласили на этот праздник, и что мы поучаствовали, и даже прошли два круга, показали ребятам, так сказать, мастер-класс определенный, и ребята вместе с нами прошлись. По завершению мастер-класса участники соревнований вступили в борьбу за медали. Многие из мальчишек и девчонок попробовали свои силы и в беге, и в ходьбе. Среди них Ольга Мастыгина из команды Ордатовского района, которая выиграла золото в беге на 800-метровке и в ходьбе на дистанции 2 километра. Сегодня были соревнования по бегу и по ходьбе. Я и бежала, и шла. По бегу я прибежала первая, с хорошей борьбой на финише. А по ходьбе я почти сразу же оторвалась и тоже пришла первая. Самые взрослые участники соревнований – ходоки 2002-2003 годов рождения – разыграли медали на дистанции 3 километра. Здесь золото досталось представителям СШОР Николаю Максимову и Елене Рябовой. Поздравляю всех с днем с российской спортивной ходьбы. Мне сегодня было очень приятно выступать на таких соревнованиях. Я прошла первая. Были вручены в этот день и специальные призы. Награды за волю к победе получили Анна Ганеева, Артур Аитов, Елена Малюлина, Анастасия Карабанова. Спецприз от друзей Николая Николаевича Щукина за преданность в спортивной ходьбе достался Даре Голубечковой. На этом очередной выпуск нашей программы подошел к концу. Не забывайте смотреть и пересматривать нашу программу в интернете, на сайте канала и странице в ютубе. А на сегодня это все. С вами был Юрий Осипов. До встречи! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»